Фикус, Даня Милохин и Хомяк. О, Ваня Дмитриенко есть еще. Моргенштерн и Егор Крид. Я просто офигел. Топовый артист. О, это же Егор Шип. Просто посмотрите, насколько это мило. Вот Валя Карнавал. Оценил свой же кайф. Классно. Кстати, да. Скоро Новый год. Блин. 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 Прикольно. Йо, друзья. Всем привет. Меня зовут Арстан. Я Колорит. И сегодня мы будем смотреть ваши тиктоки под мои звуки. Самый, наверное, популярный звук. Ну, лично для меня, да, это быстро. Давайте начнем с него. Вот, то есть это мой звук. На него снято около 339 тысяч видео. Вот, тут самые первые, это, конечно, Моргенштерн и Егор Крид. Я не знаю, это мое самое любимое видео, наверное, на этот звук, потому что, когда я его увидел, я просто офигел. Ну, это типа обычный флекс, но такие эмоции вызвало просто у меня. Еще есть дошик. Вот это движение, кстати, это благодаря ней, вот благодаря дошику этот звук начал расходиться. О, кстати, вот Валя Кронавал. Блин, так обожаю липсинг. И, кстати, если вы делали видос под мой звук, вот под этот быстро, да, то ставьте лайк обязательно на этот видос. Вот эта бабушка, она просто, я не знаю, она покорила, наверное, сердца многих людей. Ну, просто посмотрите, насколько это мило. Я не могу, блин, как это круто. Бабушка на хайпе. Посмотрим, кстати, сколько у нее. Офигеть. Бабушка реально на стиле. Посмотрите просто на очки. Капец. Очень круто. У нее 3 миллиона подписчиков. Она прям реально снимает такие очень трендовые тиктоки. Это что такое? Так, граждане сумасшедшие, проходим в столовую на обед. Да вытащи ты его ногу изо рта. Ты ему уже все ногти сгрыз. Вы знаете, в дурдоме работает, ну, непросто. Это у нас Володечка. Вообще, я обожаю, когда так делают. Придумывают всякую дичь и потом прикрепляют трек. Но это очень смешно. Я не знаю, зачем здесь прикреплен мой трек, но прикольно. Я люблю смотреть сам вообще приколы. Я захожу в тикток, чтобы поднять себе настроение. То есть, смотрю всякие разные жизненные истории от людей. Стендаперов, кстати, люблю смотреть в тиктоке очень. И вообще, с ними, кстати, почему-то вот именно с Нурланом Сабуровым и с Чербаковым видосы в тиктоке собирают просто миллионы лайков. Конечно же, люблю видосы на свои звуки смотреть. Это, конечно же. Вот, и вы напишите, что вы вообще в целом любите в тиктоке смотреть. Так, сейчас попробуем куда-нибудь вообще прям вниз мотануть. Посмотрим, кто что снимает вообще. О, это что такое? Видимо, полицейские никак не отстанут от меня. Интересно, что я такого сделал в этот раз. Здравствуйте, причину остановки узнать можно? Дрожжевая тонировочка. И что мне за это будет? Штраф и лишение. Может, по-другому договоримся? Ну, если хотите, по-другому давайте, чтобы вот этот багажник был заполнен. Хорошо, без проблем. Все, готово. Сделал, как вы говорили. Ну, что теперь шли у пути? В общем, тут уже начинается какая-то дичь. О, кстати, я в школе так же делал, когда на скучке было. А, о, это кавер. Прикольно. Блин, прикольно, прикольно. Мне понравилось. Классно, что он здесь сделал чисто акустическую версию. Ты текст вставил. Кстати, текст прям точно такой же, как у меня в кавере был. Будто он вдохновился. Вот моей идеей текста и решил сделать. Очень круто. А я вдохновился его исполнением, что он сделал чисто акустическую версию. В общем, под быстро очень много звуков есть. То есть, быстро такой один из самых популярных, наверное, моих звуков. Кстати, за который я очень рад. А я вообще не думал, что так все разойдется, потому что я его выложил и вообще все забыл про него. И на следующее утро я зашел в Инстаграм, ой, в ТикТок, и увидел, что там миллион просмотров. И, то есть, мне начали писать всякие разные люди, и я вообще был в шоке. Ребят, здесь еще, короче, есть такой звук. Я помню, давно еще, по-моему, в 20-м году записывал вот этот. Оценил свой же кавер, классно. Здесь еще есть видос, короче, Егор Крид. Сделал новый муф, я заберу топ. У нее есть парень на походу аллоген. Прикольно. Ну, как артист Егор Крид, он очень крутой. Каждый год что-то новое, новое придумывает. В общем, топовый артист, вот реально на уровне. У него всегда все залетает в чарты. Вот, это, мне кажется, тоже, ну, не случайность и не само по себе это все получается. Потому что он очень крутой и умный человек. Ну, я так думаю, если он так долго держится в чартах. О, это же Егор Шип. Да, это Егор Шип. Егор Шип мне о чем-то, кстати, Егора Криду напоминает. Но Егор Шип тоже прикольный. Типа, он такой молодой, но уже такой крутой. А, еще, кстати, у меня вышел трек недавно, совсем недавно. Называется «Отпущу». Вот он. Это мой звезд. Ну, такая, знаете, чисто погрустить песня. Вот здесь уже есть 172 видео. Я надеюсь, здесь будет больше, ребят. Ставьте лайк на это видео, если хотите снять видео на мое видео. Здесь еще есть вот такой видос. Очень понравился. Такое красивое видео. Я знаю этих ребят, это мои знакомые друзья. Кстати, Жиза. Трек же реально жизненный. Когда ты находишься в отношениях таких, где тебе просто, ну, некомфортно. Ты сковываешь самого себя. Естественно, единственным выходом является отпустить просто человека. Или же отношения. Ну, это прям красота. Машина. Кстати, это Алмата. В котором я родился. Ну, давайте вот это. Что это? Я не знаю, как это описать, но вы сами, да, все видели? А, ну, я понял. Это просто, как бы, красивое видео с елкой. Кстати, да, скоро Новый год. Мне кажется, этот трек создает тоже новогодний вайп какой-то. Это что такое? Блин, да, вот очень красиво текст был написан. Реально, когда такая боль, когда ты не знаешь, что делать. Не знаешь, что происходит, почему он так поступает. Или почему ты так поступаешь неправильно, да? Очень, очень, очень не очень. В общем, есть еще вот это вот первое, самое закрепленное видео. Тогда я первый раз вот этот вот вкус почувствовал, когда твое видео набрало миллион просмотров. Два миллиона. И там начали появляться всякие разные видео. Вот это вот, вот этот звук. Прикольный звук, такой простой, но в то же время как будто грустный. Вот здесь 24 тысячи видео. Раз, два, три. А ты чего стоишь? Раз, два, три. А я четвертая. Раз. Просто. Я не знаю, почему это видео набрало 2,5 миллиона лайков, но здесь девочки красивые очень, да. Блин, блин, блин. Прикольно. О, о. Посмотрите, кто там сидит сверху. Прикольно, блин. У девочки очень классный голос. Даже несмотря на то, что она записывала через динамик, у нее настолько чистый голос, что даже таким образом это все звучит очень прикольно. Блин, у нее такой, такой классный голос. Она взяла наушник, чтобы не было слышно моего наложенного звука. И у нее очень круто получается вот эти вот такие короткие мелизмы передавать. Вот это вот. Я не умею этого делать, но у нее так прям плавно круто получается. Не знаю, очень круто. Ребят, в общем, здесь еще есть такой кавер у меня на трек «Цыгане из Парижа». Вот этот вот. Короче, такой прикольный кавер получился. Я его, ну, недавно сделал. И я заметил, знаете, что? Что он начал расходиться. Здесь уже 20 тысяч видео. Первое видео — это на катке. Очень люблю видео, когда снимают на катке. Очень красивые движения. Не знаю, меня это вам привлекает. И, соответственно, 300 тысяч лайков, мне кажется, заслуженно. Блин, классно. Эта девушка еще успевает как бы петь вместе с тем, что она движение делает на катке. Я не умею кататься на коньках. То есть я когда на каток прихожу, я вот так за бортик хватаюсь и все. О, Ваня Дмитриенко. Блин, прикольно, прикольно. Классные видосы. Надеюсь, этот звук тоже будет расходиться. Какая-то девушка. Знаете, почему я обратил на нее внимание? Потому что у нее очень красивый мейк. О, вот этот мальчик тоже. Да. Прикольно. На третье место я бы, знаете, поставил Фикус. Фикус. Она мой друг. Но у нее уже сколько? Три миллиона, по-моему, подписчиков в ТикТоке. И она очень классно подает свой контент. Быстрая смена кадров. То есть где она просто рассказывает о жизни. Это так прикольно выглядит, что цепляет. Но на второе место я бы поставил Даня Милохина. Один из первых тиктокеров, который начал вот эту ТикТок-движуху. То есть у него есть свои треки, которые благодаря ТикТоку, кстати, же, стали популярны. Тоже у нее прикольный монтаж, прикольный контент в целом. Собственно, Даня Милохин. Второе место. Первое место, конечно же, Хома. ТикТокер из Казахстана, во-первых. Я с ней знаком, во-вторых. И в-третьих, она считается сейчас реально лучшим ТикТокером в СНГ. В общем, как-то так, ребят. Я надеюсь, вам понравилось. Если что, ставьте лайк на это видео. Обязательно. Не если что. Обязательно ставьте лайк. Я вас всех люблю. Те, кто меня смотрят. И те, кто меня не смотрят. Жду. Ваши видосы тоже почаще присылайте. Будем смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok